Ребята, вот скажите, а где посылки выдают? Скажите, где мне посылочку получить? Туда. Пацаны, у вас? Туда? Отсюда? Вам привезти должны были посылки? Должны были. С 23 числа везут. Чего так долго едет? Найдем, я понимаю, на неделю. Я не понимаю, о чем мы разговариваем, по какой причине. Да, ну понятно. Так, на Металлургов 31 должны были привезти. Должны было привезти на Новобайдаевского 2. Никакого адреса Новобайдаевского 2 я в адресе не вижу Металлургов 31. Я сколько раз звонил, мне сказали Новобайдаевского 2. Три дня подряд звоню и толку никакого. Ждите, доставка приходит 30-го. Ваш отправитель Алтай Крупа. Без понятия. Какая крупа? А, не туда, да я куда-то? Нет, с Алиэкспресса посылка. Маленькая. А, значит не то. Серега Анатолий Николаевич, правильно? А, ну вот. Одна халинка у вас есть полная причем. Да? Нифига себе. Сейчас я вам скажу номер. А я нашла уже. Нашли? Да. Ее 23-го числа не могут доставить. Вот в чем беда. Да, вам ее должны были вообще 22-го расставить. Тем более, где она? Сейчас. Можно сказать? Давай. А у вас камера снимает? Да. А почему вы здесь снимаете? А почему вы меня снимаете? А? А почему вы меня снимаете? Где? Ну, вон. Ну, вам это разрешено. Ну, мне тоже. Я думаю, что не верю. Да? Кто-то это сказал? Я думаю, как вы видите, вы их склад сейчас снимаете. И что? Ну, нам не решено будет поспор снимать. Ну, я его не снимаю. А что вы делаете? Смотрю. Посылку ждут. Ну, тогда камеру отверните, смотрите спокойно. Ну, я смотрю и все. А что такого-то? Да у нас Питя, у нас же больше всего безопасного будет. Вы будете это увидеть. И что будет? Ну, спрос будет у нас. За какой? Ну, за то, что вы камеры снимаете. Не имею права. Ну, на каком основе? Общественное место. Общественное. Ну, ладно. В Конституции есть такая? 29 статья, пункт 4, прочитайте. Вы правы. Вы правы. Ну, вот. А зачем тогда глупые вопросы задавать? Вы правы. Глупые, не глупые, но все-таки как бы склад это склад. Ну, и что? Общественное место. Смотреть вы можете, я не спорю. Но сам склад-то зачем снимать? Да я его не снимаю. Так попадается, да и что. А что тут такого-то? Ну, здесь ничего такого нет. Ну, а в чем проблема-то, да? Просто хоть как бы камень. Да не обращайте внимания, господи. Нас везде снимают уже. В автобусах снимают, везде проезжают. В автобусах прям с камеры заходят, снимают все. А почему бы нет? Ну, а для чего это? А для чего видеорегистратор на машине? Я вот сюда шел, искал дорогу. Включил камеру, теперь знаю как найти. Я проблукал здесь минут 30, уже замерз весь. Пока вас нашел. А все почему? Не знаете почему? Потому что посылка должна была быть у меня 22-го числа. А ее до сих пор нет. И никто ничего не знает. И никому не дозвонится. И никто не звонит. Ни курьер, ни кто. Но это же не значит, что вам надо сейчас с камерой здесь стоять. Да это мое право, понимаете? Ну так и немного. Ну все. Вы главное склад не снимаете. Одно, а мне второе. Главное склад. Атомные головки прячьте. Здесь запрещено как вы на самом деле снимаете? Кому? Тем. Каким? Закону. Каким? Работаем по почтовой лицензии. И что? Работает? Почтовой связи. Вы увидели, что на складах почтовой связи можно снимать на видеокамерах. Назовите норму права, где нельзя. Нет. Вы тоже снимаете? Нас же тоже снимаете. У нас видеонаблюдение. А у меня тоже видеонаблюдение. Вы боитесь, что вас дистаграмит? боюсь третий так вы не подскажете кто ответит за эту за доставку то посылка времени доставлен на 10 дней я если напишу претензию тут хотелось бы узнать почему я так долго не было а ваш номера телефона здесь нет да чтоб вам позвонить сюда это абсурд полный и клиенту не позвонить ничего вот так вот сидишь дома и выглядываешь уже 9 дней и это не по вине по вине клиента который на склад заявка была создана 22 числа но груз сдали 20 на дпд вот там номера телефонов есть я ему звонил они не г-27 28 29 теперь 30 вчера сказали курьер позвонит придете у курьера заберете она 29 числа только сюда пришла на терминал в новокузнецк вообще а где настолько шлялась их две посылки вышли схема одну я получил еще это задержал отправитель это вообще вне вина дпд вот просто сейчас появилась минутка разобраться во все вкладки заглянула она сюда вот только 30 29 хочешь мне тогда голову то морочили так не живые люди отвечали не программы но потому не знаю почему не так отвечали перед на курьеру ждите курьер вам позвонит возможно на горячей линии вот там часто просто студенты подрабатывают возможно они не обладали данной информацией в нужном объеме ну а сейчас то где это сейчас она где сейчас ее найдут и вам выдадут а ищет приветствую дпд в россии for english press 9 актуальный график работы пунктов выдачи посылок вы можете уточнить на сайте dpd.ru в разделе справочная информация добрый день меня зовут сергей могу вам помочь давайте смотреть как я могу к вам обращаться анатолий николаевич номер заказа подскажет нашел заказ до почтомата дала снова кузнецким ну выходит так это я вижу смотрите у нас непосредственно этот почтомат до которого мы доставляем на улице новобайденской дом 2 он до сих пор переполнен там нет мест свободных мы вот я вижу сегодня еще пытаемся доставить но не знаю вот будут там свободные места или нет с 23 числа курьер каждый день ее туда возит и никак мимо меня проходит мимо меня проходит мне пусть позвонит я подойду я у него заберу но я могу прописать чтобы созвониться с получателем так уже в какой день говорю меня никто не слышит сейчас одну минуту все я информацию для курьера зафиксировал он тогда сегодня с вами свяжется он вам придет смс-сообщение и на эту полевую 35 телефонами у кого нету адрес есть телефонами у кого нету только добавочные там добавочные это какой не можем подсказать это для внутренней коммуникации но я понимаю но с почтоматами как или почтомат такая проблема к сожалению может быть что они переполнены тем более в преддверии новогодних праздников но видимо нельзя было видимо по габаритам не прошли по длине и ширине по высоте может не только по граммам смотрим но сейчас говори не говори но ситуация такова что прошлое вспоминать посылка на доставке сегодня курьер с вами свяжется да он с вами свяжется я для него прописал информацию он с вами свяжется ожидайте звонка третий раз вам говорю все пошел да вот здесь фамилия не целая ваша дата время подпись серия номер вашего паспорта а у меня нету а вы только посмотрели вы и все но С Новым Годом, да? Да, 80, 80, 89, все, смотрите. Ага, все верно. Посылку вашу я в Геро перевела. Ну, извините, что так получилось. Я вот, к сожалению, большего для вас сделать не смогла. Ну, пока сам не приехал. Вот получилось так, к сожалению, к большому сожалению. Очень хорошо, неприятно. Продолжение следует.